балансир из зажима для волос здравствуйте рыбаки и рыбачки вот я вам показываю балансиры которые у меня имеются в наличии быть но это еще не все еще три десятка у меня таких просто я не хочу их всех показывать ну места не хватит было модно ловить на балансиры я с горяча накупил их много-много ловил правда всякую рыбу окуни щуки и так далее судаков но я почему вам показываю балансиры это скажет что у него ничего нет тогда далее он фигней занимается я вам покажу как сделать балансиры своими руками они будут ловить рыбу ничуть не хуже вот этот кстати этот маленький балансирчик я еще делал задолго когда у меня были вот эти балансиры вот так вот просто придумал сделал и на него рыба ловилась сегодня мы будем делать с вами покажу из чего получится я уверен получится очень хороший балансир смотрим дальше вот эта куча балансиров моих а вот это вот я купил в галантерии ну бижутерия где женская вот такие видите уточки они называются уточки а в простонародье у нас их называют женщины обычно крокодильчик вот смотрите почему крокодильчик видите вот он так пасть открывает но написано здесь что это уточка вот видите утка большая со срезанными там что-то такое в общем из этой вот уточки или крокодильчика мы будем делать балансиры и как сделать я покажу и сделаю конкретно и потом мы их проверим на рыбалочки должны работать изумительно приступаем к работе вот мы одну уточку или крокодильчика разобрали одну откладываем в сторонку вторую зачищаем здесь над филёчком зачистили подготавливаем крючки подбираем какие нам подойдут здесь нужно отбить отгибать обязательно видите вот у балансира крючок отогнут ну и мы копируем вот так вот сюда подгоняем смотрим вот он будет потом мы здесь будем это дело и с другой стороны припаивать прежде чем паять нужно смочить паяльной кислотой вот здесь раз сюда сюда и крючочек 1 2 а дальше я буду паять для тех кто ну принципе никогда пайка не занимался я объясню что продается на базаре я покупал два вида припоя вот это тут сгибается как свинец и ничего не происходит а вот этот качественный когда вы его сгибаете он трещит слышите треск это качественный припой это очень хороший конечно нужно такое использовать и вот в принципе мы спаяли наш балансир видите вот два крючка вот это он как выглядит я специально сюда первый раз я полностью тут загрузил сюда как говорится свинцом но потом вот сюда видите все было залито но получается чересчур тяжелая часть и опасность будет состоит том что будет у нас не балансир облесна вот так она будет нырять и тогда приходилось бы центр тяжести сделать здесь поэтому я убрал лишний свинец и вот что у нас получилось теперь обработаем и дальше будем делать теперь мы будем делать тройничок мы берем палочку такую к примеру и определяем приблизительно центр тяжести где мы будем просверливать отверстие для тройничка как мы это будем делать теперь вот мы подобрали тройничок и там капельку ставят на фермовых этих самых видите вот капелька тут это же не дома это руководцев есть у нас есть вот такая штуковинка вот мы берем ее просто надеваем на крючок и вот она абсолютно не хуже той даже наоборот она будет шевелиться и привлекать рыбу дальше определив приблизительно центр тяжести мы сделаем такую пометочку чтобы когда будем сверлить отверстие чтобы шило у нас не соскакивала затем берем сверло приблизительно по диаметру выбранной нами проволоки для дальнейшей работы вот видите и просверливаем отверстие вот мы просверлили отверстие вставили сюда проволочку видите теперь будем делать колечки можно сделать одно съемное одно глухое можно сделать оба глухих мы сразу ставим крючок больше менять не будем взяли круглогубцы сделали колечко потом его уменьшили чуть теперь вот эту проволочку пару раз обогнем и получится у нас то что надо принципе внимательно посмотрев я увидел что проволока довольно таки жесткая и оборачивать не будем оставим такую возможность что сюда можно будет надеть другой тройник или этот снять если он обломается так что вот так я решил оставить то есть она получается как заводская типа поняли застежечка смотрите что у нас получилось вот у нас два крючка вот у нас тройничок я хотел показать как он будет работать в аквариуме но тут аквариуме мало места игра довольно таки своеобразная дело в том что можно менять центр тяжести то есть даже сделать одну тут другое отверстие проверить и как вам понравится потому что от того где будет у вас расположенный центр вот это зависит игра балансира вашего и по большому счету это ведь непредсказуемо мы не знаем на что будет рыба лучше реагировать на покупную или на самодельную все покажет только испытания тестирование но тестировать нужно там конечно где есть рыба где есть судак если его нет хоть золотую поставь хоть бриллиантовую толку не будет поэтому надеяться будем на успех как-нибудь попробуем ну я вам главное принципа показал и сейчас я иду до логического конца раскрашу и покажу что получится потерпите немного вот что у нас получилось наши дорогие мои дорогие подписчики вот у нас получился балансир видите окрасить его можно как хотите по вашему усмотрению я так окрасил можно окрасить по другому вот видно да вот такой вот у нас получился балансир чик своими руками себестоимость его всего ничего за 5 этих зажимов вот для волос я заплатил 35 гривен это 10 балансира вы сделаете себе только крючки и паять и все все как говорится рыбацкое счастье в ваших руках благодарю за просмотр до встречи в эфире будем еще что-то с вами варганить и делать на общее обозрение спасибо еще раз за просмотр подписывайтесь ребятам будет много еще чего интересного